В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Возвращаемся к дурно пахнущей истории. В редакцию Первого городского вновь обратился арендатор офиса в доме 99 на улице Воровского с жалобой на бездействие властей по осушению подвала с нечистотами. Уже больше трех месяцев жильцы дома и офисные сотрудники не могут почувствовать свежий воздух. Кажется, за это время можно было привыкнуть к неприятному запаху, но нет. Более того, из-за сырости начали разрушаться стены в подвале. Жильцы опасаются, что дом может рухнуть. За его обслуживание отвечает управляющая компания Ленинского района. Но принудить ее к действию не смогла даже прокуратура. Все подробности в материале Ксении Весниной. Стены-то, они же выполнены из красного кирпича, вот они все разрушаются. Вот этот красный кирпич, вот смотрите, он как песок. Кирпичная кладка уже, как гнилые зубы, легко разрушается. Можно проделать дыру в стене. Однако чревато страшными последствиями. Стены несущие. После очистки подвала, если это, конечно, случится, будет нужна и строительная экспертиза. Возможно, дом долго не простоит. Это черное, фекальное. То есть, вот здесь видно тоже, насколько это. Нужно обратить внимание, что он разрушается. Это он разрушается в результате намыкания. Соответственно, эта стена, она тоже несущая. Денис Хлебников, арендатор офиса в этом доме, сдаваться не планирует. Хочет добиться справедливой чистоты. Он постоянно общался с сотрудниками прокуратуры и был уверен, что с помощью надзорного ведомства проблема решится. Но оказалось, что от дурно пахнущей проблемы нос воротит не только управляющая компания. Прокурор отписался в WhatsApp и сказал, что ваше обращение зарегистрировано. Я попросил, соответственно, дать мне номер для того, чтобы удостовериться, может быть, они его не видят или еще какая-то причина. Не получил. То есть, но именно было сказано, что работа ведется, проверка проводится, получите ответы. Денис Хлебников не получил и документы по результату проверки, которые якобы, по словам прокурора, проводились. Ситуация становится с каждым днем все хуже. Помимо разрушающихся стен, завелись мухи. Жильцы дома готовы обратиться и в Роспотребнадзор. Ведь насекомые, скорее всего, небезопасны и могут быть переносчиками инфекций. Камеру навести. Их вообще там очень много мух. Кстати, вот у вас камера, очень хорошо их освещает. Вот эти животные, они сейчас, естественно, что будут расти. Мы обратились в жилищную инспекцию. Оказывается, они знают о проблеме, но до сих пор действий не предприняли. Почему? Не сообщили. Лишь сказали, что направят специалистов в зловонный подвал, а управляющие компании Ленинского района выпишут предписание на устранение. В любом случае, выйти из этой ситуации чистым не получится уже ни у кого. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город».